На этих трех примерах мы видим, на самом деле, три различных подхода, три различных подхода, которые, в принципе, в талмудической литературе или в среде мудрецов Талмуда существуют, да, и они продолжают существовать в некотором споре. Хотя надо сказать, что Талмуд, впоследствии сейчас мы это увидим, принимает скорее точку зрения Абби Акивы, которая является наиболее радикальной. То есть как можно видеть вот эту самую часть Торы, которая описывает различные законы или казусы? Можно видеть ее так, что это различные казусы, они не обязательно связаны между собой. Нет, нет связи между ними, не нужно пытаться их каким-то образом совмещать и так далее. Другая точка зрения, что они предполагают некую единую систему и являются проявлениями этой системы. А можно пойти еще дальше и сказать, что описываемые в Торе казусы задают юридическую систему, и любая ситуация может быть оценена за счет истолкования вот этих самых казусов, да. То есть я, по сути дела, любая ситуация может быть истолкована из тех казусов, которые приводятся в Торе. В соответствии с этим у нас есть разные взгляды на функции интерпретатора и судьи, потому что на самом деле мудрецы Талмуда одновременно являются и интерпретаторами, и судьями. С точки зрения первого подхода нужно понять каждый из случаев, его специфики. Все, больше ничего. Вот Раби Лейзер Баньяков говорит, давайте поймем буквально. А там дальше будут у нас какие-то сложности, их каким-то образом решим. Вторая точка зрения говорит о том, что можно каждый из случаев понять, его связь все-таки нужно с остальными, сделать из него выводы, используя определенные правила. Ну, например, 13 правил Раби и Шмейля, да, все того же, которые используют в данном случае метафорическое толкование. А можно полагать, что каждый из случаев, на самом деле, задает некую парадигму. Исходя из парадигматичности, не нужно его понимать. Это предельно радикальный случай, как раз случай Раби Акивы. И Раби Акивы оказывается наиболее сильным интерпретатором. То есть он занимается вот этой самой интерпретацией. А Раби Ильезер Баньяков оказывается наиболее сильным судьей. В каком смысле? Что он, у него функция судьи превалирует над функцией интерпретатора. То есть когда дело доходит до конкретной ситуации, то ее нужно понимать на основе общего понимания духа Торы. То есть, например, я, мудрец Талмуда, проникся этим самым духом, перед ним есть какой-то казус. Он не пытается логически связать его с другими казусами, интерпретировать текст Торы и так далее. Он просто решает, почему ему можно это делать. Потому что он, так сказать, получил смеху, потому что он проникся духом Торы и так далее. То есть он не интерпретирует текст, а просто сам является носителем в каком смысле того мнения, которое и будет мнением юридически узаконенным. Вторая точка зрения на судью может быть такой, что разрешить конкретную ситуацию нужно на основе сопоставления описанных казусов и выводов, полученных из их истолкования, по правилам интерпретации. И в таком случае, если конкретная ситуация невыводима, то нужно принять решение, согласуясь с этой самой логикой системы. А у Раби Акивы функция судьи, это, по сути дела, интерпретатор становится судьей. Он решает конкретную ситуацию за счет истолкования парадигматических случаев, описанных в Торе, и выводит это решение из их парадигматики. То есть он уже истолковал все казусы, включенные в Тору, так, чтобы это была универсальная, непротиворечивая система. И тогда, в каком-то смысле, ему очень легко судить, потому что он, собственно говоря, за счет интерпретации уже создал эту самую систему. А Раби Елизрубен Якову судить в каком-то смысле сложно, а в каком смысле легко, да? То есть он не обременен интерпретаторским усилием, но зато является носителем духа Торы и выносит решение на свой страх и риск, и его решение будет юридически установлено. Вот эти две крайние позиции, то есть позиция Раби Ешмаэля, она как бы находится между ними, а вот эта позиция, позиция буквалиста, как бы и позиция радикального интерпретатора, это то, что в талмадической литературе подспудно присутствует как некие два импульса, как некие два взгляда, конкурирующие, спорящие между собой. Ну и вот Раби Ешмаэль является в каком смысле? Он ближе, конечно, к Раби Елизеру, ближе к буквалистскому пониманию, но тем не менее допускает какие-то, так сказать, логические интерпретационные шаги, и в том числе ему принадлежат формулировка этих самых 13 правил, с помощью которых можно интерпретировать текст.